Сегодня в Энгельском районе введен режим ЧАЭС. Поводом для такого решения стала паводковая ситуация. Обстановка, по словам чиновников, достаточно серьезная. В зоне подтопления находятся промышленные зоны и жилые дома в районе завода металлоконструкции. Так как заморозков синоптики дальше не прогнозируют, то ожидается интенсивная таяние снега. И объем талых вод будет только увеличиваться. В самом здании на первом этаже также вода есть. Склады все подтапливают полностью. Но она хоть уходит вообще, вода? Ну куда она уходит? Она уходит на другие предприятия. Ну по телефону, конечно, уходит. Но она везде распределяется, по всей промзоне. Из-за паводка патрульные ограничили движение по проспекту строителей, выставили экипажи на объездной дороге по Ершовскому направлению, а также дублирующие посты у сел Карла Маркса и Новопушкинская. Грузовой транспорт в Энгельсе не пропускают, чтобы не мешали работе коммунальщиков. Они продолжают откачивать талую воду из проблемных зон. Таких оказалось много, и с каждым днем их число пока будет расти. Ведь воздух стремительно прогревается, а снега в полях еще много. К сожалению, нет ливневой канализации. Централизованной есть небольшие решения по локальным вопросам. Но в целом вопрос водоотведения дождевых и виталых вод, он не решен был исторически никогда. Поэтому канализационная сеть городская, она работает как общесплавная и принимает в том числе и паводку и воды. Когда режим чрезвычайной ситуации снимут, чиновники не берутся сказать точно. Предварительно паводковая ситуация в районе может продлиться до конца следующей недели. Ну а пока власть собирается вывозить людей из зоны прогнозируемого подтопления. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов, 24.